Мил Эл, спасибо большое за донат. Я вот буквально только что от тебя узнал, что Сокол, оказывается, решил залупнуться на... Просто на... Блядь. Самого крутого в мире человека на теле Линдемана. Ну, жалко, что вот мое вот это, блядь, не попало на запись, потому что... Ну, типа, один факт того, что Сокол вообще, в принципе, как бы... Ну, как? Это... Даже не знаю, с чем можно сравнить, типа, вот Сокол разосуждает про теле Линдемана. Это как... Для меня, как для человека, который вообще пришел в металл-музыку через Рамштайн, и который любит эту группу, и... Которому нравится тембр теле, и, типа, я не знаю, блядь, это как... Блядь, ну... Как Моисей Великанов, который реакции свои снимает на великих, ладно. Короче, давайте посмотрим просто... Блядь, что... Всем привет, меня зовут Сокол, истинный маг, ты находишься на канале Истинный маг сегодня. Истинный дурак, блядь. Чуваки, нахуй, подписывайтесь на основной канал все, ждите. Скоро будет трек Говниды, я, ладно, так и быть заспойлерю. В нем чуть-чуть будет, короче, фистинного мага, немножечко в нем... Самую вот малость, такую вот щепоточку чего-то связанного с фистинным магом там будет обязательно. У нас на обзоре будет, наверное, какое-то безумие, я не знаю, еще не смотрел ничего. Клип известного певца, Лидермана, которого я терпеть не мог... Блядь, как хуёво произнес фамилию, во-первых, а во-вторых, еще и... Блядь, терпеть он не может, ёб твою мать. Гу, старого извращенца из, как сказал бы я в детстве, из Немеции, да, из Германии. Буквально недавно, ну как недавно, в апреле, вышел клип, в котором он спел советскую песню «Любимый город». Это, я так полагаю... Охуенно спел, кстати. Да, это отдельно Трамштайн, отдельно его проектики. В общем, человек постоянно, который эпатирует еще что-то, я боялся уже включать, включил «Любимый город», там все кошерненько, стоит спокойно военную патриотическую песню поет о любимом городе, стоит без всяких извращений, без всяких траханий на камеру, без всяких... Да, типа, Сокол, как бы, он предпочитает траханье, во-первых, не с женщинами, во-вторых, ну... ...целованиями с мужиками, как он любит, в общем, странно. И тематика, тематика Великой Отечественной войны, он на самолете... Фу, целования с мужиками, уж я-то, сер, не гей, Сокол, так не делаю, ведь я не гей. ...летают в этих погонах советского офицера, в общем, все странно. И тут, бац, буквально перед этим... Линдермак! Еще за какое-то время на канале у меня был ролик, где там был скандал, там, опять, с российскими девушками, что, там, над ними, там, не очень хорошо в клипе Лидермана, опять, там, происходили какие-то вещи, в общем... Лидерман, блядь! Какой Лидерман, сука! Свощенца Тиль Лидерман получил уже... Блядь, какой же он дизлексик просто позорный, ну пиздец, я вот говорю, каждый раз в ахуе, понимаете? Человек не знает просто свой собственный, родной, единственный язык, блядь, он и по-английски не шпарит, и по-немецки, блядь, и по-русски не умеет говорить, что самый пиздец, и кто-то его смотрит. Да чё ж с вами не так, ёбаный... Капитальник, такой, сегодня у нас новый, как мне скинули клип, вышел уже на обзоре, будем смотреть, называется Ичкассе Киндер, не знаю, что это такое, переводчик... Ичкассе, блядь! Как он сказал, блядь? Вышел уже на обзоре, будем смотреть, называется Ичкассе Киндер. Ичкассе, блядь! Блядь, какой додик, сука! Ичкассе! Ичкассе, блядь! Ичкассе Киндер, блядь! Ичкассе Киндер, блядь! Хорошо, хоть Киндер прочитал правильно, блин, справился. Не знаю, что это такое, переводчик не переводит, но опять же, опять, друзья мои, всё это дело связано... Блядь, переводчик не переводит! Но снова с СССР, ну, с Россией каким-то образом. То есть, каким-то образом у Тиля Лидермана кукушечка повернулась в сторону... Не помню, есть ли там вообще на пиздищу, если есть, то в паблике МВЭП. Страны, самое интересное, что мне сказали, что в этом кливе будет Саша Рева, то есть, он же там Артур Пирожков, ну, в общем, бабуля вот эта из Comedy Club, да? Куча образов у него есть, и он там, то есть, помимо того, что первый кадр, который мы сейчас видим, это советский звук, непонятно, победа советских инженеров, что происходит. В общем, опять связано с нашей стороной, не знаю, что у Тиля в голове, не знаю, будет ли здесь извращенство какое-то. В общем, будем смотреть, будем реагировать, сразу же повторяю людям, которые вдруг опять начнут писать, Сокол, дай послушать песню, переходите на этот клип и смотрите клип сами. Здесь у нас обзор, да, я буду останавливать каждые 5 секунд, потому что авторские права не дают мне смотреть долго. И вообще, это мой обзор, и я останавливаю тогда, когда сам хочу. Если вы... у вас не хватает ума перед этим зайти и посмотреть клип целиком и полностью, я посмотрю потом на него. Бля, он, в принципе, здесь прав, но просто смешно, что Сокол разговаривает, что у кого-то есть нехватка ума. Обзор посмотреть. То как бы смотреть полностью клип или длинные-длинные какие-то куски, вместо того, чтобы посмотреть оригинал, ну это большой вопрос к вашему. Бля, да, и еще кого-то называют деревенщиной. Вот назовите мне, блядь, я не знаю, типа, когда вот были, короче, аристократы и вот все то, на что дрочит Сокол. Когда это было? Человек, принадлежащий к высшему слою родовой знати. Блядь, хоть одного аристократа, который не знал бы хотя бы один иностранный язык и еще и в совершенстве причем им владел. То есть, если это были, я, честно, в истории хуево разбираюсь, но, типа, я знаю, что в России, когда было как раз это, ну, типа, разделение классовое, то высшие слои какое-то время знали французский, какое-то время немецкий и вот разные периоды увлекались либо тем, либо тем языком. Англичане, скорее всего, тоже там угорели, я думаю, по-французскому. Ну, я не знаю, типа, как бы вот французский какое-то время считался таким языком, ну, типа, как международное общение этой знати, хуяти и так далее. Так, тут чувак, блядь, ну, просто, сука, я не особо знаю немецкий, но я могу прочитать по-испански, по-немецки, по-французски и там еще на нескольких языках. То есть, просто прочитать правильно название на хотя бы каких-то основных языках, там, европейских, это, ну, пиздец хуево, если ты не можешь, блядь. А тут чувак, ич, касса, блядь, типа, как это вообще можно было так прочитать, я хуй знаю. Ну что, друзья, поехали, мы незамедлительно начинаем. Ич, касса, киндер. Людей иногда заносит в какие-то вот непонятные берега песни, 5 минут, 25 секунд, первый касс. То есть, даже не ищ, он, ладно, я не доебуюсь, что он, ну, не знает, как произносится, типа, вот эта штука. То есть, если вдруг кого волнует, то вот это в немецком языке читается как эх. То есть, вот это вот, это как будто буква Х с мягким знаком, типа того, и как в слове хи-хи-хи, типа, эх, эх. Ну, и тут понятно, хасса. То есть, одно дело, что, блядь, ты бы сказал, допустим, ищ, ну, типа, просто потому что ты на слух так слышишь. Ищ, хасса, киндер. Ну, так, типа, кто угодно может прочитать, кто угодно, так бы и прочитал даже, там, человек, не знающий, там, Рамштейн, ну, просто хотя бы раз в жизни вообще сталкивавшийся с немецким языком, наверное, может прочитать Ищ, хасса, киндер, а не Ич. Но тут Ич, касса, блядь, как он букву Х прочитал как Кэ? То есть, насколько надо, ну, кем надо быть вообще, я не понимаю, блядь. Типа, ну, кем угодно, но не блогером, наверное. В кадре мы видим, он сидит на вокзале в этой старой... И, блядь, точно не называть себя ёбаным аристократом, какой-то такой аристократ, блядь, после этого. В советской одежде, когда вот эти были непонятно для чего вот эти меховые шапки огромные, которые неудобные, которые прям все ходили, отмерзали уши у всех советских людей, все это было отмершее постоянно. Но зато норковая шапка, это же так дорого, это так статусно казалось, там, каракулевая, норковая. Нет, ничего лучше шерстяной шапочки, которая закрывает уши, нет. Ну, или там сразу какой-то уплотненной шапки, которую не нужно распутывать, и которую... Норковую же шапку никто никогда не разворачивал, это же красивое, это цельное, то есть она вот здесь завязана, все, эта шапочка цельная, разворачивайте, сворачивайте, вы что, там же мех, это же дорого, для советского человека норковая шапка это было достаточно дорого. И еще мех изотрется, в общем, все ходили, мерзли, у меня уши мерзли, у меня отец самого такой, это было очень странно, но вот он сидит такой. А политишка, это слишком холеная, слишком лощеная для СССР. Старые добрые съемки с коптера, вот сейчас надо как-то мне купить ушной мониторинг, который мы собираем на стримы, дорогой. И потом, наверное, собирать все-таки надо будет на дрона, потому что, ну, без дрона прям вообще, я прям страдаю. Ролики сразу насытятся, я уже представляю некоторые ролики, которые я могу снять с этим, с дроном. Эх, ладно. С дроном. Это он не про вот эту штуку, которая летает, а типа про своего кореша, дрона, блин, с которым он хочет ролики поснимать, типа. Эх, вот дрона, я бы сейчас накопил на дрона, он прям, смотрите, какое благоговение у него на лице, я не знаю, как это... Ну, говение там точно есть, однозначно. Эх, блин, эх, с дроном, я бы сейчас, мы бы сейчас... Чем снимать вот это вот все говно на ютюбе, я бы лучше с дроном сейчас что-нибудь поснимал на порнхабе, блин. Дрон. Эх, дрон, дрон, Андрюшу. Так, дайте я на колонку переключусь. Спасибо за донат. Где звук-то, блядь? Вот бы перевести творчество Викотна на дойчь, фьюр, вечный лебен срак. Да, типа, эндлёс лебен, блядь, срак. Незначение такое. Шайзе лебен. Ну ладно, похуй. Так, первоначальные кадры нам сразу же дают понять, что Лидерман и вот этот вот герой... Лидерман, блядь, уебан ты, сука, нахуй. Лидерман и вот этот вот маленький мальчик, это одно и то. И он потом ещё возмущается, когда кто-то, типа, его называет, там, кокол или, типа, сука, ну ты же сам, блядь, людей не называешь так, как они называются. Типа, ну и всё, ты тогда фистинный маг или, блядь, истинный дурак, истинный, блядь, дилдак, хуй знает, всё что угодно, блядь. Тоже лицо, только... Истинный рак. Это флэшбэк из прошлого идёт, то есть здесь ещё нам будет рассказывать... Кокол. Взрослый мужчина, о том, что с ним происходило в детстве. Клип, честное слово, не смотрел, ещё первый раз я смотрю, реакцию записываю впервые, поэтому эмоции будут самые свежие, самые неподдельные, погнали. Старая добрая сумасшедшинка Лидермана вернулась. Я вообще, честно говоря, удивлён, когда в этом городе, клипе на советскую вот эту песню, я вообще удивлён, что там никакого извращенства не было. Прям спокойно человек пропел всё это, как бы... Я чувствую, что то ли пиар-менеджеры у него, то ли кто поработал, типа, типа, тиль, 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 спокойно, спокойно, давайте эти фал-имитаторы уберём, пожалуйста, давай. Баба-баля, сядьте прямо на стуле у двери, чтобы тиль туда не пролез. И всё, и тиль и Лидермана заставили просто спокойно спеть эту песню без всякой херни извращенской, и он её спел. И получилось даже неплохо. Блядь, да никто его не заставлял стопудово. Он, во-первых, сам проявил инициативу это спеть, насколько я помню. Ну, и честно, я вообще не удивлюсь, если он реально сам просто захотел вот это так спеть, именно так, именно так подать. То есть, ну, блядь, там не будут уместны члены в этой песне. Типа, если члены уместны, то члены используются, если нет, то нет. Если это заебись, и поташь, там, пиздато, чтоб тёлки отсосали, там, ну, это круто, всё, ты показываешь, какой ты крутой. И при этом ты показываешь, что ты, типа, и нормально тоже можешь спеть. Понравилось, несмотря на... Блядь, а сколько по жизни с членом, как бы, в очке? Дурацкий акцент, вот этот вот, постоянно приписывание мягкого знака там, где он нужен, не нужен, замены гласных. Блядь, ты уебан сейчас смеешь что-то пиздеть за дурацкий акцент? Пиздец, ну, вы вдумайтесь, блядь. Конч, ты родной язык не знаешь, и ты доебываешься до человека, который, блядь, поёт на неродном для него языке. Ёбаный, сука, насос, блядь, какой же... Вот, Сокол в последнее время всё чаще и чаще перестаёт быть потешным и становится просто, блядь, бесючим до изнеможения, блядь. Я охуеваю просто. Заставили просто спокойно спеть песню. Добро пожаловать новому спонсору. И он её спел. И получилось даже неплохо, мне понравилось, несмотря на дурацкий акцент. Вот этот вот, постоянное приписывание мягкого знака там, где он нужен, не нужен, замены гласных. Но, тем не менее, песенка достаточно неплохо смотрелась. И клип достаточно такой, ну, красивый. И тема ВОВ меня уже давно вот здесь сидит, но, тем не менее, картинка хорошая, как обычно. У них картинка всегда хорошая, в отличие от контента. Ооо, вот и Сашенька Рева. Как на роль... Он в форме какой-то здесь. Саша Рева-то у нас. Как его туда взяли, я не понимаю, почему он именно? Что? Не знаю, сейчас давайте смотреть. Если что, моё лицо ещё немножко опухшее. Я под впечатлениями вчера от того, что самокат забрался с... Наконец-то поездил с ремонта, поэтому... Ах, поздно лёг, встал недавно. Пишу обзор опухший. Блин, вот знаете, всё такое, вот есть всё-таки понимание, что старый человек, он не всегда в своём уме. Вот ощущение, что Тиль Лидерман, он немножко поехал слегка. Ну так-то легка, тогда где-то, может быть, сильно даже. Посмотрев его клипы некоторые, прям думаешь, наверное, всё-таки не слегка. Так, ну вот, смотрите, у нас господин милиционер Саша Рева, он же Артур Пирожков. Не знаю, как он уже больше вжился в пирожковский образ. Будет сейчас, я так полагаю, делать дознание у взрослого героя нашего ролика сегодняшнего. Вот за стенки, пожалуйста. Время показывали, как он был пионером, где-то, где-то, не знаю, может быть, в интернате в каком-то или... Ну потому что какое-то прям такое, знаете, одно большое помещение, не похожее на детский лагерь пионерский. Скорее всего, может быть, интернат. В интернате же тоже дети пионерами бывали. О, вот эти парты, вот эти парты меня прям раздражали. Я когда был, я же рос и учился ещё в советское время, то есть лет до, не знаю, до 8 или до... Ну до 11 лет так официально, но изменения стали происходить гораздо раньше, когда ещё советский Союз как бы номинально ещё есть, но уже вот какие-то телодвижения в более современную сторону начали уже до 91-го года происходить. И в школе как раз вот я вот за этими как раз партами сидел. Это, блин, надо где-то найти же этот старый кабинет вот с этими партами, я прям удивлён. Они прям выглядят именно так. Вот эта вот краска слежа в несколько слоёв покрашена, с подтёками. Вот эта парта наклонена и вот эти вот жуткие с щелями вот эта вот доска, которая вот здесь идёт, она откидывается, когда ты встаёшь, и обратно убирается. И там такая щель между ней. И когда ты пишешь, ты должен писать повыше. Если ты будешь писать на этой щели, есть большая вероятность, что у тебя ручкой будет она продавливаться. В общем, парта не очень удобная, вообще неудобная, мне никогда не нравилась. Она ещё наклон вот этот дурацкий, постоянный. В общем, показываются старое доброе издевательство и травля. Скажу так. Несмотря на советское время, кто-то это время идеализирует, я рос точно так же. И я знаю, что в принципе, в принципе, это было. Может быть, не вот в такой, когда прям пенали лежачего. Но скажу так, что в своём, в своей школе я тоже в одно время был, ну как сказать, объектом, может быть, травли всего класса. Это где-то был второй класс, наверное. У меня вышла ссора с отличником, а отличники, как вы сами знаете, всегда в то время, ну вы не знаете, я вам сейчас объясняю, в советское время отличники это всегда люди. Это не сейчас, когда нормальный парень это тот, кто красиво одевается там в современном мире, да, в тренде, в тиктоке и всё прочее, а учиться там, там, в ботанике учатся. Нет, в советское время те, кто были отличниками, они наоборот были лидерами мнений в школе. И вот как раз я поссорился с таким отличником, он был выше меня. Звали вот так же, как меня, кстати, фамилия только другая была. Вот, и стычки у нас с ним начали происходить, и постепенно, постепенно он начал класс свой подговаривать, чтобы меня тоже они начали, как он, ненавидеть, да. И очень часто меня после школы, не он один поджидал там подраться, то есть мы с ним всё время дрались, а стало происходить часто, что после школы меня ждал весь класс. Ну не весь класс, ну парни, понятно, что девочки не. Вот весь класс парней и били меня всем классом этими обувью первой или второй, которые, ну там, в школе раньше с пакетами обуви ходили. В советское время это были такие не пакеты салфановые, а такие достаточно прочные, из ткани сделанные в домашних условиях, мамами сшитые, всё делали тогда сами. Мамы были на все руки мастера, делали для обуви такие пакеты. Потому что салфановых пакетов не было. Тогда и отбили, видимо. Помню, когда они появились, это прям уже более постарше школы была, это прийти в школу с пакетом с новым, это ты прям был козырь прям такой. Ну, такое время перестроечное, но после перестроечного времени. Немножко ценности разные были с теперешними и тогда. В общем, ладно. И ждали меня всем классом, и я ничего не мог сделать. Меня били этими обувью, а они ещё на таких верёвочках были, то есть эти пакетики. То есть сам пакет вот такой, ну не пакет, а из ткани вот этот мешочек. И он ещё на верёвке на такой был, затягивался, и получалось им бьёс достаточно больно. То есть там каблуками тебе прилетает, и меня вот эта охапка несколько, не знаю, человек 10-15, может быть. Время от времени дубасили после школы. Потом я приходил на следующий день в класс, снова бил этого отличника. Затарялась, меня потом опять снова ждал народ. Не помню, как у нас конфликт с этим разрешился, но что одни могли бить кучей одного, это было. А, вот что происходит. Смотрите, всё детство над ним издевались, над ним издевались. И вырос, когда наш герой вырос, он пошёл убивать своих обидчиков, тоже выросших. Моральная подоплёка, конечно, она есть, но это не за издевательство в школе. Убивать, это, конечно, моральный вектор тут опять у Тиля смещён. Самое-то главное, что, друзья, нам нужно здесь посмотреть на актёрскую игру Саши Реву. Как он здесь вживается роль, давайте посмотрим. Это самое главное здесь. Это же наш, родной, наша Баба-Яга. Ну, снято, конечно, здорово, в плане того, что прям кино, то есть, вот, и выглядит всё так прям по-советски в тех времён. То есть, стиль, если мы рассматриваем возраст стиля как современного человека, живущего в сегодняшнем 21 году, то ему на вид, ну, там, 60 где-то, там, может быть, да, может, больше. И в зависимости от моего возраста, это ещё лет на 20 назад отматывается. И вот это прямо то время как раз, которое ещё раньше, чем я был, оно прямо передано. Визуальной картинке-то неплохо, конечно. Прям, и вот эта школьная форма, вот это всё я носил, как бы, да, смотришь, тут галстук, тут значок этот. Недолго я, правда, пробыл пионером, полгода всего лишь успел. Ну, очень был расстроен, что я так хотел этот галстук носить красный, это же прям было круто. Вот, сначала ты был в школе, в младший октябрёнок, там звёздочка была только с Лениным, потом с Лениным звёздочка и с огонь над звёздочкой был, плюсом галстук, самый главный, вот этот красивый красный. Меня прям пёрло по этому. Потом комсомол. И вот, до комсомола я не дожил, а пионером у меня был полгода, да. И когда уже всё это дело отменилось, все галстуки поснимали, я до последнего, я сам последний в школе ходил с галстуком, мне так нравилась эта красная штука здесь прям вообще. Ладно, не дали мне походить в красивом этом. Одного в автосервисе бомбанул, другого машиной сбил, повешил, там, короче, нормально он до этих, распрессовывает своих недругов. Самое интересное, видели профиль Саши Ревы, это прям вот этот римский нос, прям удивительно, удивительно, о чём я вам всегда говорю, когда что-то мне спрашивают, о том, какие девушки тебе нравятся, там, как вообще, ну, лично внешне, какие девушки, то есть посмотрел на Сашу Ревы и начал говорить про то, какие девушки ему нравятся. Ну, мы намёк поняли, в принципе, окей. Внешносные, внешношные, блин, я это не выговорю сегодня. Я всегда говорю, что внешность, она... Блядь, а когда ты можешь что-то выговорить, сокол, ебать? Конечно, очень важна, и за собой надо следить, но если у тебя внутри кусок протухшей сардельки, вместо стержня, вместо интересного, интересной личности, какого-то богатого внутреннего мира, то вся эта красота рассыпается, и она становится омерзительной. И очень много, часто я вижу людей, которые внешне некрасивые, прямо скажем, некрасивые, начинаешь с ними общаться, и вот эта красота внутренняя из них начинает выходить, она затмевает вот эту внешнюю обложку, и тебе человек даже кажется красивым внешне. То есть с ним это вот уже пропадает, вот это лицо, внешность, это очень важно. И о чём я, почему я об этом начал говорить сейчас, вот потому что умение перевоплощаться и просто держать себя, подать себя, да, вот у Саши Ревы, конечно, есть, потому что вот Артур Пирожков, с чего началось его вот это вот взлёт... Про девок начал говорить из-за Пирожкова, ну, всё ясно, блядь, хотел его Пирожков, наверное, блядь. С Артура Пирожкова, когда он придумал образ себе в Comedy Club, все эти мусульки в КВН, оно всё, конечно, было замечательно, вот именно пошёл такой прям стремительный взлёт Саши Ревы, это когда он придумал персонажа Артура Пирожкова, певца, который прям обосраться сексуальный такой весь, здесь вырез такой он постоянно, эй, детка, и типа подавал себя как красавчика и вёл себя, соответственно, как будто он прям, и, честно говоря, из этой мимикой он оказался прям, ну, такой, типа, знойный мачо. А так вот посмотришь, он... Согреет теплом своих пирожков... Он же страшный, реально просто, вот если отдельно посмотреть, просто... Чего успеяли? Он реально же некрасивый человек, но умение вот это вот изнутри достать вот эти нужные эмоции, это прям кардинально меняет восприятие, и это большой внутренний мир у человека, потому что без него... Я, конечно, не оценщик мужской красоты, но, по-моему, Рева норм вполне, как минимум. Так себя подать, ну, невозможно, я считаю. Саша Рева это умеет делать. Ну, тут, ну, тут, конечно, прям сильно в прошлое, видимо, скакнул у нас видеоряд, потому что, насколько я помню, в советском времени уже после того, как была вот эта, после Хручевской оттепли, там уже, насколько я знаю, застенков таких не было, Брежневская вот эта вот застой, битьё подозреваемых в милиции уже не было, то есть там уже как-то оккультурилось всё это дело, НКВД это всё рассосалось, и эта жуть, эта жуть, которая происходила, она на допросах такого не было, и тут мы видим, что дознаватель, милиционер, в милицейском форме, он даже не в НКВД-шной форме сидит, это форма милиционера, он начинает его бить. Такого, такого, конечно, не было, в принципе. Понятно, какой год тогда происходит у нас здесь, в видеоряде. Это похуй, это отсылка. Души-то продавца или повара в карпах. Кому жалко всегда живых карпах в аквариумах, которых продают, чтобы человек их дома убил и съел, ставьте лайк этому видео, мы с девушкой всегда, когда заходим, у нас всегда трагедия, потому что, чем больше существо живое, которое вы убиваете, там, тем больше вред вы наносите своей карме, потому что, чем меньше существо, тем менее осознанное оно, то есть, менее вред своей карме вы причиняете, то есть, в принципе, убивать любое существо, это вред, но вред, который вы наносите своей карме, оно зависит именно от разумности существа, которое вы убили. Это тоже один из законов таких, которые, ну, негласных, да, которые мало кто знает, вот. Поэтому, а там, чем больше рыба, тем она умнее, тем больше живота. Окей, типа, убил слона, это, короче, на самом деле, хуже, чем убил человеком. А убил жирафа, это вообще пиздец, блядь, лучше бы кота. И смотришь на них, и, блин, думаешь, ё-моё, блин, скотобойня только рыбья, неприятно. Старый добрый клип Тиля Лидермана, конечно, всё, песня «Любимый город» прошла, кладовка с членами открылась, и Тиль Лидерман упал в свою стезю обратно, в стезю, безумие, кровище, извращенство и всё прочее. Ну, как такового извращенства здесь мы ещё не видим, но уже кровище, кишки, вот это всё, кости, это всё прям полетело. Конечно, конечно, герой данного клипа поехал кукухой, потому что, ну, представьте, я вырос такой, да, и пошёл искать тех ребят, которые меня били мешками с обувью, там, в пятнадцати ром, да, и начал их там резать бензопилой. Ну, понятно, что, ну, ни о какой справедливости речи не идёт, да и одного там уже постарше школа была, я хотел вызвать на бой, там, самый главный хулиган, который меня травил, то есть от... На бой... Я тогда не был таким дерзким парнем, который может сразу в драку вступить, мне пришлось себя сильно переделывать, я вырос уже, рассказывал, в тепличных условиях и вырос достаточно трусливым парнем, потому что не было никаких в жизни у меня учителей, которые учили бы меня сталкиваться с жестокостью внешнего мира, я думал, что все вокруг добрые, замечательные, вокруг феи с единорогами, а выходя на улицу, я встречал хулиганов, и они меня доводили до слёз, там, в общем, забирали деньги, били, в общем, потом, когда я начал всё это осознавать, через мозги всё это пришло в сознание, когда я научился, самое главное, научился брать под контроль своё состояние, свои страхи, всё своё вот это я перелопатил, и теперь я на улице могу там против нескольких в драку вступать, я стал очень уверенным в себе, и это кардинально отличается от того, кем я был, но вот в то время... Да уж уверенным-то он стал пиздец, конечно. Вот я единственное, чего я, вот как по примеру Тиля Лидермана хотел сделать, это одного из самых главного своего затравщика, так скажем, хулигана, который меня травил постоянно, я хотел его найти просто и подраться с ним сходить просто, ну вот буквально год назад, может быть, написал ему в личное сообщение, а нет, это было где-то даже лет пять назад, может быть, да, вспоминаю сейчас эту всю эпопею, написал ему сообщение, типа, о, помнишь меня, ты меня в школе доставал, типа, давай я приеду там в наш город, ну, сейчас я в другом городе живу, я приеду, встретимся, помахаемся, типа, ну, ты же любишь драться, ну, как он мне тогда говорил, там, давай подеремся, что ты там, типа, боишься, давай драться, и бил меня, а я стоял это с крюченным забитым мальчиком домашним, сейчас говорю, ты же мне все время объяснял, что любишь драться, давай, типа, подеремся, я приеду специально ради тебя, деньги потрачу на билеты и просто приеду, чтобы смахнуться с тобой, ну, типа, старый пунктик такой закрыть, да, вот, и он мне не отвечает, не отвечает, я ему туда написал, туда, везде, нашел его там в Одноклассниках ВКонтакте, ничего не отвечает, а потом смотрю на страницу у него ВКонтакте, появился пост, там, помним, типа, скорбим, я такой, козел, кварь, понимаете, но даже при всем при этом я ходил просто по соплям настучать, и все, как бы, и я бы успокоился, ну, убивать, конечно, это моральная позиция здесь, конечно, максимально, ну, сумасшедшая, как у Тиля Лидермана, никто в здравом уме не будет снимать такой клип, что он убивает своих злопыхателей, которые в школе там, ну, ничего такого с ними не сделали, кроме пинков под затыльников и каких-то вот таких моментов психологических. Для ребенка, конечно, это все больновато в то время, но это, блин, это несправедливо за такое, блин, резать конечностей. Нет, ты чё, он сокол по знаку зодиака. Постоянно эти золовелые глаза сумасшедшие! Мы видим, что клип нам показывает, что ребенка довели до действительно психического расстройства, потому что глаза, которые показывают наш Тиль, но он сам-то не совсем вменяемый, как я считаю, человек с большими проблемами в здоровье, в психологическом, которому стоило бы присмотреться, потому что такие клипы, как он снимает, ну, как по мне, никакое хайпожорство, никакое хайпожорство, никакое желание там быть где-то на слуху у людей, чтобы они обсуждали. Да всем похуй, как по тебе, блядь. Не стоит того, чтобы записывать извращенскую, извращенско-кровавую жуть, которую он постоянно записывает. Это, конечно, прям дико. Повязывает пионерский галстук на шее, как напоминание всем, что типа, за что вас убили. Он мог бы просто это сделать, отомстить, убил и убил, да? Нет, он хочет показать всему миру, что вот, все вот эти убийства, их всех находят с галстуками на шее, чтоб они знали, что это... Ну, чтоб его быстрее нашли, видимо. Слушайте, я думаю, что, а чё он из него пытается выбить? Признание? Мне кажется, он и так признаётся, если он галстуки повязывал, то как бы... О, эти бюсты лени на вождя, а мне прям это бомбило всегда, блин. Мне даже в то время это не нравилось, везде эта рожа вот этого лысого мужичка. Ещё и памятники стоят, в некоторых городах даже не убрали. Человек, который разрушил, в принципе, одну из самых богатейших стран в мире. Да, ужас. А, ну не будем в историю вдаваться. Вот, блядь, вот хоть в чём-то, короче, хочется согласиться, да, и с Димоном, там, и с Соколом, в их ненависти к СССР, к Ленину, и к Членину, и к всему такому. Как видите, блядь, даже настолько диаметрально противоположные люди, солидарные, блядь, в этом. Придумочка! Раньше у нас иконы мироточили, а тут Ленин замироточил. Членина, ябану, надо, блядь, сахуярить все памятники, пизду. И Полит Матвеевич едет в иронию судьбы, прям. Вспоминает он, конечно, это всю с болью, то, что с ним происходило. Понятно, что не каждый человек может пережить психологическую травлю, и кто-то реально слетает с катушек в армии, в школе, неважно, где это происходит, учителям и всем, кто заведует какой-то деятельностью руководства в этих заведениях, на это нужно всегда обращать пристальное внимание, потому что, чтобы не было всяких суицидов и прочих вот таких вот маньяков, не нужно сквозь пальцы на это смотреть, типа, разогнали всех и всё, типа, ну, заметила, что там кого-то бьют, типа, а ну-ка разошлись и всё. Нет, нужно собираться, не просто разошлись, а прям на эту тему, прям скандал закатывать дикий, собирать родителей, собирать всех, чтобы школа вот вся гремела. У нас всё это затихарить пытались всегда, во все времена пытались всё вот это затихарить. Нет, у нас всё хорошо, у нас показатели замечательные, у нас никто никого не бьёт, у нас нет травли. В армии, неважно, где это происходило, всегда вот это вот у нас пытались замять. Я тогда никогда не понимал, и это, конечно, позор этим педагогам и другим там должностным лицам, которые... Можно наоборот делать, да, то есть чтобы награждали не за то, что у вас образцово-оказательная школа, блядь, а за то, как много ты выявил хуйни. То есть наоборот, чтобы тогда, чтобы учителя были замотивированы каждую мелочь, блядь, каждую мелкую ссору, блядь, доёбываться, там, всех вызывать и дрочить, чтобы вообще тогда не было этого. Вот это, блядь, прикольный вариант был бы решить. Так, сука, сейчас засвистит же, мразь, да? Да, ненавижу. Блядь, иди нахуй. Отвалы произошли, пизда блядские. Поехали. Э, вот так вот, сквозь пальцы надо всё смотреть. Ну вот в этом весь стиль лидерман, понимаете? Ему не хватает просто психологически показать, что была такая вот история, да, человек был надломленный, он едет в машине, он плачет, и мы уже начинаем вроде сопереживать главному герою, и тут открывается дверь, и он бльёт на Красную площадь. И всё сопереживание герою сразу же начинает снова уходить. Зачем вот эти натуралистичные кадры показывать, и зачем это нужно? Для чего? Человек не понимает, который делает подобные вещи, он не понимает, что подобными кадрами он ломает структуру всю вот эту вот психологическую, когда он пытается провести героя через какие-то события и довести его до... Блядь, он ломает структуру восприятия тобой, а ты для него, блядь, ты ему нахуй не нужен, ты не целевая аудитория, ты не придёшь на концерт, ты, блядь, вообще конч ебается, и надо, чтобы тебе было как можно более мерзко. То есть если Линдеман сделал так, что, например, мне охуенно нравится, а Сокола прям вот ему пиздец хуёво его коробит, это значит, что он сделал всё охуительно максимально. То есть это вообще должно быть как критерий. Если Соколу нравится, значит это полный кал, блядь, всё надо переделывать заново и хуйня. Как Чипенкос сказал, Чипенкос так про свою женщину говорил, типа, если женщине нравится, значит это полная хуйня, а если не нравится, значит это охуительно. Вот тут то же самое, блядь. То, что Соколу не нравится, то, что Соколу эта блевотина как-то выбесила, это не значит, во-первых, что у всех остальных это так работает, это значит, что только у Сокола и ему подобным, на которых Линдеману срать втрихуя. И это наоборот значит, что всё, блядь, охуительно было сделано, всё было максимально правильно сделано, потому что, блядь, хорошо, что он выбесил таких хуесосов, как ты и тебе подобные, долбоёб. Наших сердечек, чтобы мы ему начали сопереживать. Ну нельзя такое делать, это, ну, это уже отклонение Лидермана, как по мне. Он не понимает такие вещи, что они просто ломают всё, всю картину ломают. Лезерман, блядь, Лезерман. Блядь, реально, может быть, Сокол просто привык, как бы, к слову Летермен, типа Лезерман, Лезерман. И, типа, из-за этого называют Лидерман, типа, то есть Летер, типа... Может быть, просто Сокол в данжене запомнил, как бы, в своём гейском вот это слово, и, типа, решил, что тут такое же. Тогда его били, показывают, и сейчас его бьют, когда он взрослый, ничего не изменилось. Потом он выйдет, не знаю, или сбежит из тюрьмы, найдёт этого Реву, да, клип номер два, и будет уже, там, его резать пилой. Ещё одна наша актриса российская, посмотрите. Прям... Что-то у Тиля поехала по России какая-то кукушечка. Чё происходит, блин? Чем так привлекательна наша страна стала, когда у нас прям... Нет, у нас, конечно, страна прям... Ну, просто русскоязычное население, я так понимаю, неплохо так угорает по... Рамштуйну, и при этом... Ну, оно огромное, типа, блядь. Население Европы, ради даже интереса. То есть, они просто очень крепко угорели по этому всему. Население Европы 700 миллионов. Население русскоязычное, там, не знаю, включено, не включено, но 300 миллионов. То есть, это очень значительное число просто, в принципе, аудитории. Почему бы на неё не поработать? То есть, мало кто ещё угорает по немецкоязычной музыке, типа, блядь... Ну, в Европе, я так понимаю, вот и всё. То есть, это мало покрывает кого. Богатая на всякие... Тут как бы вот так вот почему-то русскоязычному населению зашло. Фоза и... Самая кипучая, наверное, страна в мире у нас, в которой, блин, меняется, постоянно что-то кипит и взрывается. Фу, фу, жёншину целуют, мерзость какая. Зачем он целует женщину? Отстой! Ну прям, молодая, красивая российская актриса, целуются. Это, конечно, очень странно, но пока я записываю... Что еще? Российская актриса, целуются. Так. Это он, типа, смотрел на стриме, что ли, или что? Это, конечно, очень странно, но пока я записываю ролик, мне, у меня же не идет трансляция. Нет, донат пришел. Странно, ладно. Бля, нихуя себе! Ребят, вы поняли, какой донат пришел? Вот так бывает, друзья, да? Сидишь, тебе все равно приходят благодарности от моих прекрасных зрителей. Очень приятно, спасибо, 100 рублей прислали. Уже не зря записал ролик, да? О чем я там говорил? Да, молодая, красивая российская актриса. И целоваться с этим старым извращенцем мне аж прям где-то вот... Блядь, просто Сергей Юрченко красава. Ты мало того, что, типа, мы, ну, все-таки походу сейчас получим гениальный контент, когда будет уже стрим Сокола, так, блядь, он еще и испортил чуть-чуть ролик Соколу, еще и засветился, бля, охуенно. Понятно, что ей в резюме, в ее творческую деятельность, понятно, что Рамштайн группа, которая гремит на весь мир, и затусить в кадре с артистом, с вокалистом этой группы, оно, конечно же, для любой российской актрисы все еще, наверное, что-то значит. Ну, блин, целоваться с этим челом, который творит подобное, ну, это, не знаю, омерзительно, не... А-а-а! А-а-а! Некрасиво! Фу! Это хуже, чем расширенка пилой для меня, не знаю. Фу, отвратно! С женщиной! С женщиной! С женщиной с мужчиной! Фу, какая гадость! Что-то неправильно в этом есть, слюна летит в камеру! Да ё-мой ё! Фу, мужики с женщинами сосутся! Да что за такой продолжительный? А-а-а! А чё по песне-то вы меня спросите, что по самой песне, Сокол? Столько обсуждаешь клип, а по песне что? Ну песня типичный Рамштайн, мне Рамштайн не нравится, поэтому смысла обсуждать здесь я чё-то не вижу, мы обсуждаем, конечно же, здесь всю вот эту... Ну, во-первых, там нетипичный Рамштайн, как минимум, тем, что очень попущенный строй. И типа в джентуху немножко осовременился тем самым Линдеман. Ну и... Ну, кроме этого, да, на самом деле она довольно проходная такая. Ну, хорошая, то есть я люблю Рамштайн, поэтому это заебись, блядь. То вот психологиню, да, и визуалину. Блин, задолбала эта херня, честно говоря, в меня уже прям, уже клип подходит к концу, осталось какие-то... Блядь, а твои ёбаные расставленные ноги мудацкие, и твоя говно жестикуляция не заебала никого, ну, блядь. Секунд, ну я понимаю, что он пытается сумасшествие человека передать через это, но если бы это был нормальный, адекватный человек, я бы понял. А то как бы, я понимаю, что он такой же поехавший абсолютно. Мне кажется, что он абсолютно точно такой же поехавший, как герой этого ролика, просто еще никого не убил. Надо присмотреться все-таки людям, которые понимают психологию, нужно присмотреться докторам. Я даже дизик поставлю. Ладно, не буду ставить дизик за наших, за Сашу Реву и за российскую актрису, забыл, как ее зовут, к сожалению. Не буду ставить дизы. Блин, ему лет 70, наверное, нет? Сколько ему лет, блин, я прям, он прям старый выглядит, старый добрый извращенец, да? Как обычно, как обычно, весь моральный посыл, который идет в клипах Лидермана, он надломанный, скрюченный, сгнивший, его нет, ничего нет, мы просто видим смерти, мы просто видим извращение, никакой вот штуки, как типа сделал что-то, и тебе справедливо вернется. Ну, да, били его в школе, но не убивать же за это людей, это несправедливо, то есть моральный посыл, клипа опять отсутствует. Блять, YouTube, а у тебя, нахуй, такой гениальный посыл, метал, метал, с нами хэви метал. Все, что делает Лидерман, это какая-то жуть, просто мрак, мрак и хаос, который здоровому человеку смотреть тяжеловато. У него много последователей, у группы Рамштайн много последователей, но, блин, у нас в мире, я скажу так, очень людям засрали мозг. Вот я уверен, больше, чем уверен, выйдите на улицу, спросите у 100 человек, нравится ли им Рамштайн, и 99 скажут, что да, нравится. Ну, вот как-то так, друзья, я буду этим одним человеком, который скажет, друзья мои, это не кайтит, ни музыка, ни их клипы. В общем, непонятно, что ждать от Тиля дальше, почему он поехал на Россию, и все чаще-чаще он обращается к нашей стране. Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы он прекратил свою творческую деятельность вообще, и больше ничего бы не делал никогда. Ни Рамштайн, ни... Блять, я бы, если честно, был рад, если бы ты ничего не делал больше никогда. Хотя, наверное, нет, не был бы рад, просто потому что, блять, ну, должен же быть потешный долбоеб, за которого мне донатят, и, как бы, которого я хуйсошу, и за это получаю бабло. И своего отдельного проекта с вокалистом Payne, и, в общем, такой вот обзорчик у нас немножко, может быть, не совсем веселый, но и контентик-то у нас такой подъехал, под который можно очень много задумываться и сказать нашему миру, что у нас не все в порядке, если у нас популярны вот такие люди и такие клипы. Сам был Сокол и Синемагда, пребудет с вами Сила, не забывайте, что под каждым роликом есть ссылки в описании, в которых вы можете найти ресурсы, где я как-то задействован. У меня есть фэнтези книги 4, кто я написал, у меня есть моя музыкальная группа Викон, где я являюсь вокалистом и автором песен. В общем, разные-разные ссылочки, все вы можете их найти в описании под каждым роликом, не забудьте поставить лайк, если думаете точно так же, как я, это очень важно. И написать свое мнение, я, как водится, читаю все ваши комменты. Я в светлом ахуе, Милл, спасибо большое, что занатил посмотреть это. Я надеюсь, типа, Сокол, как бы, щедрую порцию дизов все-таки отхватит, хотя бы, блядь, ну... Ну, она ему ни о чем не скажет, ничего не даст, не... Ну, просто, блядь, хочется немножко... Не знаю, блядь. Короче, я надеюсь на одно, что вот моя реакция просто будет чуть-чуть собирать просмотры за счет того, что люди будут охуевать, блядь, от... ебанутого, блядь, фистиного мага и переходить на сторону, блядь, Моисея Великанова и, может быть, хоть так мы, типа... Отомстим за этот пиздец. Звучит музыка Продолжение следует...